Девушки отдыхают Ибо стул... Ой, боже мой, неужели я опять играю в этот отстоя? Так вот, ибо стул, он... Он гад. Блин, это достаточно громкая, чертова мать ее, игра. Да, и здесь я уже помню, что все осматривал. Блин, у меня на моем сабвуфере опять лежит чашка, которая опять звенит. Если сабвуфер немножечко гудит. Поэтому, если что, не пугайтесь звенелки. Так, эту штуку я открыть не могу, но бар... Ключ от бара мне тоже здесь совершенно не нужен, поэтому я войду сюда. А здесь я увижу знак мерзкой обители, мерзкой тьмы. Ну, вернее, как это... Даркфольного княженца. Журнальчика, понимаешь? Здесь вообще как-то более-менее ничего нет, но есть некая фигня. Блин, я боялся, что она немного на меня выпрыгнет, но нет, нет. О, черт, что это за хрень? Ха. Понятия не имею, в чем смысл. Возможно, это какое-то созвездие или типа того. Но... А, черт возьми. А, здесь есть еще одна переключалка. Нет, нет. Ни малейшего понятия о том, или в том, или где... В общем, на тему того, как оно могло бы и работать. Так что извините. Большое простите. Но или дайте мне еще одну подсказку. Я-май, как выйти-то отсюда? А, во! Надо сначала закрыть. Как же я раньше не догадался, что надо сначала, разумеется, закрыть дверь. Потому что... О, черт! Я могу выключить здесь свет. Я не очень понимаю, в чем логика. Выключение света. Возможно, если выключить свет и стоять с выключенным светом 10 минут, то меня заберут гремлины или что-то в этом духе. Но, к сожалению, проверить... Что это было? Или у меня глюки. Наверное, это просто половица. Чтобы проверить мою теорию, у меня просто нет никакого желания помирать. Поэтому проверять свою теорию не хочется. Просто в абсолютный, так сказать... Пол, хватит скрипеть, ты меня задолбал. Куча народу собралось и нагибается. Наверное, они провожают последний путь человека в гробу. А здесь люди собирают яблоки. Бегает девочка, отпугивает гусей. И да, и народ собирает яблоки. Ну, прямо-таки скажем, это явно... И родственники Applejack. Потому что мы знаем, что родственники Applejack любят такую хрень. Ух ты, что это? Камера 0.3. Еще 13 изображений. Есть, окей. Последний раз. Ага. Очень интересно, очень интересно. То есть вот так вот. Ага. То есть я нажимаю на зеленую, и я могу смотреть изображение. Лампочка. Неизвестная фигня, возможно, важная. У-у-у-у. Наверное, это все-таки не живой человек. Более того, здесь еще как будто лицо. И здесь как будто лицо. Жуткая вообще фотка. Да, опять же призрак. Непонятная фигня. Наверное, я здесь был. Я помню подобно лежащие книги. Но, возможно, это было в шорохе. Я совсем забыл. Ведь при всем этом ужасе приходится еще как логически соображать. Что довольно неприятно. Телефонная... Это телефон, короче. Стол. Да, я понимаю. Это один из тех самых столов. Что здесь такое, мне лично понять тяжело. Возможно, это вот лес с этой вот фигней. Но, может, и нет. Это... Я тоже затрудняюсь сказать, что это... Здесь какая-то фигня. Какие-то знаки. Может, даже важные. А, вот эта вот открытая дверь. Да, я помню ее. Я помню ее. И все. Ну, может быть, здесь было что-то важное. Может быть, нет. Мне очень сложно сказать наверняка. Здесь ничего. А, нужно закрыть. Черт. Здесь тоже, по всей видимости, ничего. И здесь... Вообще шаром покати просто. Просто... Просто берешь свои шары и катишь их сюда. Просто... Просто, блин... Больше вам ничего делать не остается. Очень странно, если именно эта комната была их лабораторией. Я же ищу их лабораторию. Там, где можно оперировать камерами. Эта фигня была. Она похожа на фигню, где можно оперировать камерами. Но... Не думаю, что это она. Так. А вот здесь у нас... Блина! Тупая муха или кто ты там. Ты меня все время так пугаешь. Ну, вернее, ты мне не то, что прям я... Я кричу, но... Мурашки у меня по коже бегают. Так. Виды северного полушария. Да, я и хотел сказать, что это, видимо, была комната астронома. Ты тоже интересуешься астрономией? Ты тоже умеешь разговаривать прямо с фотографией? Ну, ты урод! Листать не могу. Могу только читать. Ничего особенного. Просто про Эндрю написано, что он был хорошим парнем или типа того. Также есть какой-то АВ-945-го. Кликнуть по нему не могу вообще. А, здесь много призраков, и все они, в принципе, довольно добрые. Что за... А-а-а! Чёрт! Мне нужно собрать эту штуку прямо как такую штуку. Кстати, вот. Очевидно так. Да, вот эти вот вещи совпадают. Понятия не имею, дадут ли мне что-либо за это решение. Но если действительно Т равно Б, Т равно А, Т равно Б, Т равно чему? Всё закрещено. Скорее. Или С. Очевидно, Си, Си равно Четыре И. Это какой-то кошмар. Я не знаю, к чему бы это. Серьёзно. И, разумеется, мне придётся всё собирать заново, если я выхожу. Это отстой. Ну, как заново. Это улетело. Одна штучка улетела. Остальные остались на месте. А если я ещё раз... Да, одна штучка улетает. Остальные остаются. Не понимаю, в чём логика, правда. Но, тем не менее. Окей. Что ещё здесь очень-очень-очень хорошего есть? Так. А-а-а! Опять кнопки! Я пытался вспомнить комбинацию. Я теперь многое забываю. М-да. Вы, чёртовы призраки, вечно чё-нибудь не помните. Я пытался вспомнить комбинацию. Я теперь многое забываю. М-м-м. Но, блин, да. До этого хрен допрёшь. А это чё? А это кошмар. Наверное, это нужно читать наоборот, но... М-м-г... Нет. Цяо-я-ре... О-ре... Я не понимаю. Наверняка как-то могу доставать подсказки насчёт того, что сосредоточься и... И приди прямо, что... Эдит просто чудо. Она была идеальной хозяйкой на протяжении нескольких лет. Хоть и со странным вкусом. Ты решил мне мозги промыть, да? Рассказать про всех Эдит, про всех Пердит, извините за выражение. Просто вспомнилась Пердита из одной из книг Терри Пратчета. Звёздное хреново небо. О, чёрт! Ну, немного непонятно. Здесь он пишет, что якобы нашёл новое созвездие. Наверное. А здесь он пишет про ту Эдит, которая типа расписала стены. И также вспоминает музыкальный вечер. О котором мы уже слышали. Ну, по крайней мере, я эту писанину понял именно так. Больше же здесь вроде бы ничего интересного просто нет и быть не может. Ну, кроме вот этих вот синих фигней. У, чёрт! Вот это те самые созвездия, да? О, кстати! Ха, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Очевидно, моя память ухудшается. Он... Ага. Старый болван. Ну да, это понятно. Но получается, что... Кот это твоё новое созвездие, что ли? Ага. Ага. Что ж, у меня есть вот какая мысль по поводу этого его безумного созвездия, которое он открыл, и в котором наверняка закопал вот этот вот ключ к открытию. Чёртовой фигни. По всей видимости, он здесь пишет, что созвездие вернее он предположительно назовёт как-нибудь иначе. И, мол, свяжется, и бла-бла-бла. Вопрос у меня возникает сразу вот какой. Сколько здесь вообще? Здесь до 7. До 7. То есть, вот. До 7 у меня есть кнопки, а дальше якобы и нету. Возможно... Ну, то есть, если я наберу в интернете какой-нибудь из этих созвездий, наверняка одного из этих созвездий нет. Но... Я понятия не имею, какого. Возможно, самого последнего. Карсис... Карсиус... Карсиус. 6, 3x3, 1 и 7, 6. Ну, код, как я его понимал, по крайней мере, в смысле Карсиуса не сработал. То есть, я решил, что надо нажимать именно на кнопки, которые, ну, не знаю, там... Пум-пум-пум-пум, не знаю. А, или, возможно... Да, блин, в чём логика-то? Как вот это вообще можно было забыть? То есть, я имею в виду, зачем вот это записывать на бумажку, если все идут подряд? И вот это меня особенно убивает. Возможно, мне нужно выписать на бумажку все эти названия, а потом сверить с тем, что есть там? Ну, нет, моя догадка не подходит, потому что... Я здесь не могу найти ни Карсиуса, ни Серти, ни Парвуса, ни каких-то таких вещей. О, чёрт, у вас же здесь куча... Блин, здесь же так много разных бумаженций. Ну, вот если я отсюда беру, то да. А здесь есть какой-нибудь Карсиус? Из Сертии? Карсиус. Вот Карсиуса я нашёл. Из Серги я нашёл. Серги, не Сертия, а Серги. Угу. Понимаю, понимаю. Значит, я могу сверяться всё-таки с картами. О, чёрт. Я взял что-то не то явно. Или, может, это... Странно? Стоп, погодите, это как будто этот, как его... Хренов Козирог. Странно. Ладно, погодите, что я искал? Я искал Силус. А вот он, Филус. Наверное, наверное, это и есть Силус. Я явно чего-то не понимаю. Я осмотрел всё, что было здесь написано после тысячи, и всё это нашёл на карте. Просто всё вообще. Какого хрена? Может, он не записал сюда этого названия? Да должен был. Странно. Но вот это вот Ркалла и Вилла, где я их могу найти, учитывая, что я уже всё осмотрел на той большой карте. Неужели на этой маленькой? Фулла. Никакой Ркаллы здесь, конечно же, нет. И Виллы тем более. Есть, конечно, Фулла, но Вилла это... И здесь, разумеется, тоже никакой Ркаллы. Блин. Всё это как-то очень странно и подозрительно. Я явно совершенно не так подошёл к решению этой загадки, как должен был. Ну вот, предположим, Валом и Кире. Смогу ли я найти Валом и Кире? Вот здесь. Валом. Да ни чёрта тут нет. Господи, что ж. Неприятно. Хорошо. А если я нажму просто всё подряд? Щёлк. 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 Нет, не хочет. Я пытался вспомнить комбинацию. Я теперь многое забываю. Да. Это пока что для меня тайна, покрытая мраком. Я вообще понять не могу, как это решить. Понятное дело, что там что-то насчёт новой... этой, как её звать, новой... Слово забываю всё. Ну ладно, всё, неважно. О, и здесь всё-таки стоит телескоп, как и в той игре. Это интересно. Неужели мне всё-таки придётся их смотреть? Ну я могу... Что? Это я знаю. Ну да. Что за... Ну да, это ковш. Блин. Это... Это одно из созвездий. Ха... Возможно... Это одно из созвездий. Ну да, ну да, ну да. Возможно, мне нужно будет найти его созвездие, которое он открыл. Ярче, чем все остальные. Я его совсем не узнаю. Оба-на. Оба-на, 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 оба-на. А как бы он мне зарисовать этот чёртов дирижабль, или как он там называется? Ты его не узнаёшь, да? Ты его не узнаёшь. Ярче, чем все остальные. Я его совсем не узнаю. Кстати, я совершенно не понимаю, как выйти из этого экрана. Я уже пробовал Escape, и... И пробел, и Enter, и... И... Ээээ... Что за бред? Хм... Ага. Ну да, вышел. Ура. Так, получается, он не узнаёт... Ту штуку, которая похожа... На... Как это правильно называется? Стоп! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! И я больше тебе скажу... Вернее, вам... Красс или Карс? Карс! Точно! Может быть, он это дурацкое созвитие назвал Карс? Ну, это же... Это же фигово рака! То, что ты называешь рака... Это то, что ты совсем не узнаёшь... Рака... А рака... Это у нас что рака? Это у нас что рака? 12... 5, 3, 4, 7, 6... Я сделал это! Я сделал это! Чёрт! Чёрт меня дери! Реально комбинация 12... 5, 3, 4, 7, 6... Ровно потому, что это рака... А рака это то, что он не узнаёт... Соответственно, рака это оно! Бум! Вуаля! Не уверен, почему Джордж дал мне это! Он тогда очень нервничал! Это написано на пергаменте! Ты знаешь, что это? Это кожа! Будем надеяться, шкура животного! О, чёрт! Отстой! Мне это не нравится! Я могу взять это с собой? Не уверен, почему Джордж дал мне это! Он тогда очень нервничал! Это написано на пергаменте! Ты знаешь, что это? Это кожа! Будем надеяться, шкура... Да, молчить со своей шкурой животного... Мы действительно будем на это надеяться, но это пока что не так важно! Ууу! Это место меня, честно говоря, напугало! Насколько я помню, именно эта ванная сыграла одну из руковых ролей... О, чёрт! Что за... Мисс Флай? Я что, и я тут должен читать? Ну, ладно! Ну, это я не очень понимаю, что-то с привытием посылки, что-то... У нас тут полный отстой, я с вами делал иметь не хочу... Бла-бла-бла... Что-то нужно сохранить... Но Мисс Флай, это же та, которая актриса... О, что-то продолжение ещё есть? Ага, некто ГГ, я не знаю, кто это писал, это Флай... Ему или ей тоже дали этот клочок кожи, скорее всего, всё-таки человеческой, со знаком, как и тому парню... Ха... Ха... Непонятно... И тоже куда-то спрятал... Или спрятала... Или пишет спрятать под себя, самым натуральным образом... Это, конечно же, подсказка, но... К чему бы это? Выглядит значительно старше... Уничтожьте записку... Ну да, разумеется, записка уничтожена не была... К счастью для меня... К счастью для меня... Ммм... Но также здесь, похоже, больше ничего нет... Хотя, стоп... Это ещё что? А, это мыло! Это мыло и больше ничего особенного... Стоп, а какого чёрта? Я даже понять не могу, что вообще здесь... Что это может быть? То ли стул, то ли стол, то ли какая-то фигня... Очень сложно понять... Непонятно... Хм... Ну, ладненько... Ладненько... По крайней мере, здесь нет картин... И на этом... Спасибо... Ё-моё... Так... Окей... На этом этаже осталась одна дверь... И за этой дверью... Ничего ошибка особенного... Не работает... Что-что? Добродетели сила души... Растёт... Терпение святой Джон... Чё? Ну, я так говорю, что эта штука правда не работает... Чем бы она ни была... Ну, вот все пешки... И ничего не упадает... Печали, чем вспомнить времена счастья и уныния... Данте Олегьери... Ха... Я ещё штук раз двадцать... Потянул за ручку... Угу... Любовь... Бла-бла-бла... Короче, афро-бэн... И путешествует налегке... Лицо города... Ну, короче, куча всяких дурацких... Всяких этих... Куча фигни, я бы так сказал... Ну, кстати, Данте Олегьери повторился... Хрень какая-то, не думаю, что в этом есть смысл... А если в этом есть смысл, то это очень странный смысл... Охм... Окей... Успеем ли мы ещё в этом же видео попробовать подняться наверх? Походу, да... В той части игры на этом этаже обитало зло... На этот этаж невозможно было подняться... И здесь было величайшее зло всей игры... В этой части здесь творится тоже чёрт знает что... Огромное количество... Боже мой... Вот это меня особенно пугает... Это самая жуткая дверь, какую я только видел... Боже... Просто кошмар... Если в айзике... В каком айзике, что я несу? Если в мидбое я всё время говорю... Чёрт, чёрт, чёрт... То в этих страшилках, полустрашилках я всё время говорю... Боже... Храни королеву... Куча вот этого вот мужика... О, и даже его фотография есть... Но что это за мужик... Чтоб я знал... Какого чёрта? Уйди, уйди, уйди нафиг... Я на тебя уже посмотрел один раз... Ха-ха... Я могу тебя закрыть, понял? Понял, мужик? Я могу тебя закрыть... Как бы ты ни жужжал... Кстати говоря, это место сфотографировано было... Именно это место... То, о котором я говорил... И, чёрт побери, что это? О! Стоп! Это столик номер 4! Ха-ха! А где моя бумажка с записями, чёрт побери? Она же где-то здесь лежала! Не могу найти... Наверное, придётся записи начинать заново... Ай... Ну ничего, разберёмся... Где какой столик... Ещё понять можно будет когда-нибудь... По каким-либо причинам... Я совершенно не могу... Проэкзаменовать эти книги... Какого чёрта я тогда могу к ним приблизиться... Не, ну с другой стороны... Свои плюсы в этом есть... Мне интересно, может это были автопортреты... Может это куча этого мужика здесь... Чё, опять? Хорош блестеть тоже мне... Ну блестишь, ну и чё? Толку-то в этом госп... Здесь ничего нет... А здесь что-то есть... Я что-то взял... А, я взял картинку... Фазан... Ну и чё? Ещё один мужик... Всё тот же возможно даже... Чё за мужик? Ага... Деревенская тюрьня... Ну ерунда какая-то... Я даже не понял о чём речь... То ли о книгах, то ли не о книгах... Непонятно... Ладно, ты всё ещё мигаешь? Ты всё ещё мигаешь... Ай, ты сволочь... И главное, когда я отхожу от тебя, ты издаёшь какой-то звук... Перестаёшь мигать... Блин, эта дверь... Это... Это... Кошмар какой-то... Конечно, во второй раз играть в эту игру... Наверное, не так интересно, как в первой... Потому что в первой всё время видишь какие-нибудь эти картины... И думаешь, например... Ё-моё! Да, например, входишь в эту комнату и думаешь... Ё-моё, действительно... Какого чёрта тут происходит? Думаю, продолжим мы с вами в следующий раз... Когда я, чёрт возьми, всё-таки возьму в руки карандаш и тетрадку... И наконец-то начну записывать номера столиков... Бай! Субтитры сделал DimaTorzok